Эпицентр пожара – шестикомнатная квартира, бывшая коммуналка, на пятом этаже дома. У этой 18-й квартиры в доме уже давно плохая слава. Её арендовали студенты, жили весело и беззаботно, молодёжным общежитием. Жительница дома Елена Майстренко, говорит, даже участковым несколько раз жаловалась на шумных соседей. Я говорил, что 18-я квартира и 17-я имеют постоянных квартирантов. Там ни одного нет хозяина. В это время они вроде гуляли, выпивали, сидели на кухне. Пожар случился ночью после двух. Старый дом с деревянными перекрытиями загорелся за считанные минуты. Сотня спасателей гасили огонь до 7 утра. Несколько подразделений МЧС дежурят там и сегодня. Может разгореться снова. В помещениях были очень сильные задымления. Необходимо было каждые 5-10 минут проводить смену кислородных баллонов. Для того, чтобы не прерывать тушение пожара. Рукавная служба необходима для того, чтобы своевременно менять пожарные рукава. Для того, чтобы они не промерзали. В мэрии, говорят, ремонт в доме начнётся немедленно. Власти обещают не ждать, пока правоохранители найдут виноватых. Но потом их заставят компенсировать убытки. Причина пожара, говорят чиновники, прозаическая. Предполагаю, что студенты сушили бельё над открытым огнём на газовой плите. И, видимо, не уследили. Ну и так, по всей видимости, они были не совсем ещё и адекватные. Поскольку, когда эвакуировали людей, то они себя вели достаточно агрессивно. И... В терезом состоянии. Да, ну это соседка, жительница, в терезом состоянии. Я экспертизы не делал, сказать такого не могу. Без жилья остались 15 харьковчан. Им, по данным мэрии, предложили временный приют в Центре социальной помощи. Анна Силаева, Вячеслав Душка, Медиагруппа «Объектив».